Тех с первым ноября, кстати, только сейчас заметил. 5 утра. И сегодня я буду делать бабки. Пора подниматься с колен, ёпта. Каким образом, вы спросите меня? А может и не спросите, но я всё равно отвечу. Таким образом, что у меня накопилось 10 тысяч. Но, естественно, этого маловато. Я сейчас на все гроши, вообще что только можно, закажу кудахтеров. Посчитаем-ка мы, сколько у меня здесь мест под кудахтеры. Так, стопэ. У меня там один кудахтер не доделан. Я вот его доделаю. Его тоже буду выставлять на продажу. Короче, на все бабки. Я все бабки потрачу сейчас, чтобы выставить на продажу кудахтеры. Так, раз место, два места, три, четыре. Да, четыре места. Четыре места у нас доступно для продажи. То есть, четыре компьютера я сегодня хочу собрать. Так, давай-ка напомни мне немножко, что тут у нас. Я хотел этот компьютер обновить. Потому что здесь, как бы, смотри. Здесь, блин, целых 64 гигабайта оперативной памяти. Но всё остальное тут, как бы, ну, такое. Поэтому мы поставим сюда SSD нормальный. Не вот это на 240 гигабайт, если это вообще SSD. Но это должен быть SSD. Вряд ли это HDD. Видюху нормальную. Материнку заменим. И, короче, процессор. Ну, естественно, с охлаждением. Нормально. Но, как бы, там на 650 ватт блок питания. Бля, может, блок питания ещё? Потому что что это за блок питания там такой стоит? Ну, дай-ка мне взглянуть. ФСП, гидра какой-то. Какой-то непонятный какой. Так. Блоки питания. Давай по убыванию. Ну, какой-то, короче, где он тут? Я его даже здесь не вижу. Он где-то внизу, я так понимаю. Да. Ну, типа, наверное, не самый... Да. Наверняка не самый хороший. Хотя, 125 доляров. Не, в принципе, в принципе, наверное, нормальный. Если сюда не втыкать какой-нибудь 3080, а у нас, в принципе, 3080 пока что и недоступный. Но зато доступный 1080. Вот давай 1080 я и поставлю. Это, во-первых. Во-вторых, материнскую плату, значит, нужно у нас тоже обновить. Пускай всё остаётся на базе Intel. Да. Купил i5, значит, с мозгами беда. Но мы i5 не будем покупать. Мы i7 купим. Так что пока что у нас нет с мозгами никаких бед. Конечно, лучше купить Ryzen. 2.700 и Ryzen. Где он тут, блядь? Аааа, погоди-ка. Нет. Всё-таки будет у нас с мозгами беда. Но пока что... Но, точнее, уже нет. Потому что гейпртрейдинг-то под Intel добавили. Вот что я возьму. i5 12600K. Материнку, значит, соответственно, мы берём на этом же сокете. 17200. Вот. У нас, в принципе, не так много материнских плат доступно на этом сокете. Но, блин, а только вот... А DDR5 здесь вообще оперативно... Нет, зачем? У нас, блин, DDR4. Правда, там 2666 МГц. Но это ладно, ничего страшного. И, короче, SSD-шник. И в конечном итоге мы, получается... Давай вот этот вот, лучший M.2 на 512 ГБ. В конечном итоге 1500 долларов мы только на это потратим. То есть, давайте-ка посчитаем. Нет, давайте не посчитаем. Давайте для начала вот что сделаем. Зайдём на нашу почту, короче. Так, заменить новыми кабелями зелёный. Без проблем. Клиент хочет заменить. Есть зелёные, их у вас нет. Купите нужное в магазине. Хорошо, куплю. Без проблем. Кабели зелёные. Блин, подожди. Какой-то вообще суперкрутой тут у нас кабель. У меня, наверное, такой... Ну, ладно, давай купим вот такой вот. Гибкий, обычный зелёный. Ну, ладно. Только он... Ничего, что он бюджет мне как бы всего 10 долларов даёт. Ну, окей, допустим. Чуть-чуть челик меня наебал. Ну, ничего страшного. И персонализировать. Используйте тему корпуса. Ага, это всё отлично. Это всё без проблем. Тут даже ничего вообще не надо. То есть, в конечном итоге 1289 долларов. Смотри, что я сейчас сделаю. Ой, точнее, 10289 долларов. Минус 1510 долларов. У нас 8779 долларов. И нам нужно ещё 3 ПК. То есть, поделить на 3. В общей сложности, короче, грубо говоря, практически 3000 мы сможем потратить на каждый ПК. То есть, я сейчас собираю себе систему. Давай я вот оформлю этот заказ, чтобы он не мешал мне. А потом просто оформлю другой ещё. Так, хорошо. Ну, давай начнём с видеокарт. Было бы неплохо, конечно, уже, ну, типа это. О, лучше купи Вегу 56. Ладно. Было бы неплохо. Блю, а Founders Edition такие кайфовые. Ну, давай Founders Edition RTX 2060. Или она сильно... Да не, не сильно тут частота. Хотя, блядь. Да нормально, пойдёт. Короче, давай вот, да. Founders Edition 2060, чтобы модно было, молодёжно. Процессор у нас будет. Получается, какой? У нас уже там нифига себе такие доступны. Но это всё, конечно, хорошо, но нет. Потому что процессор, блин, я думаю, что, знаешь, что вообще офигенно было бы поставить вот реально вот это i5-12600K. Типа, да. Потому что, ну, Ryzen у нас новые пока что ещё недоступны. Так, я возьму сокет, значит, соответственно, 1700. Может быть, знаешь что, подожди, если вот на DDR5 памяти собирать. Сильно это дорого выйдет? Мне нужно уместиться как бы в 3000 долларов. Хорошо, давай попробую на DDR5 памяти. Так, а ну-ка здесь, что у нас? Я не думаю, что их много. Их две штуки всего. 5200 и 64. Ебать. 1200. Вы чё? Не, чуваки, подождите. Блин, а тут есть вообще система типа цен? Потому что, ну, если она до конца игры вот столько будет стоить. Ну, как это, ну, чё-то... Такое. Как-то, блядь, не знаю. Так, подсветка, не подсветка. Давайте тактовая частота. Тут есть нормальная прям вообще, чтобы миллион мегагерц был? Есть вот такие вот замечательные у нас оперативные памяти. Ну, давай по 8 гигабайт возьмём. Вот это вот, 3733. Они красивые. Четыре штуки вот таких вот. То есть, соответственно, четыре штуки. Это у нас 540 долларов на оперативку. Хорошо, без проблем. Соответственно, материнку мы немножечко другую берём. Где тут у нас сокет? 1700. Материнку на DDR4 памяти. Так, SSD, естественно, ему нужен SSD. Но давай мы возьмём SSD... Давай возьмём SSD на 512 гигабайт. М.2. И на 4 терабайта жёсткий диск. Блядь, не знаю, нафига. На 2 терабайта давай лучше жёсткий диск, да. Потому что это, ну, слишком как-то чё-то жёстко. Так, хорошо. Ну, блок питания прям на супер дофига ват нам не нужен. Я думаю... Блядь, нифига себе тут есть приколдесные такие. Я думаю, я возьму вот этот вот. Какой-то на 750 ватт, короче. Да. Я думаю, я возьму его... Блядь, или лучше взять. Не, я возьму лучше вот это. Корсар. Не корсар, на 750 тоже. Так, в итоге у нас ещё примерно около 1000 долларов на всё остальное. Значится система охлаждения. Ну, блин, жидкостная, ну, не знаю. Типа, давай... О, от BeQuiet вот эти вот доступные стали. Давай, короче, я его и возьму. Только вот чёрный, да. Вот это вот, значится. И осталось только корпус и корпусные вентиляторы. Ну, корпусов у нас, конечно, дофига всяких тут доступно. Но давай возьму-ка я... Ну, какой? Нифига какой. Прикольный от Cooler Master. Ну, вот этот вот. Раскупать будут 100%. Прямо квадриллион процентов. И корпусные вентиляторы. Там сказано, сколько их тут установлено? Блин, хотя вот этот вообще офигенный. Эх, ну ладно. Сказано, сколько тут вентиляторов? Не, тут же не говорится. Full Tower. Ну, ладно, тогда и вентиляторов ещё возьмём. Блин, а у меня их... У меня их, в принципе, достаточно. Ну, ладно, возьму ещё. Короче, вентиляторов я беру по максимуму вообще. Ох ты, бля... Ага, по максимуму. Нихуя себе. Не, ладно, подожди. Если на каждый корпус примерно около 4-х, 240, то получается 4 умножить на 3. Это 12. Получается 4 планки оперативной памяти. Умножить на 3 это тоже 12. И получается вот этого всего тоже по 3. Потому что 3 кудахтера мы будем собирать, как бы, вот таких вот так. И посмотрим потом в конечном итоге, сколько у нас из всего этого выйдет хорошей, как бы. Что за кулер мы... А, это корпус, я не точно. Так, хорошо. В итоге мы тратим 7900 долларов всего лишь. Интересно. То есть можно даже... Можно вентиляторов побольше просто понабрать. Вот, типа, штук 20, блядь. Потому что всё равно, скорее всего, они не подойдут. Поэтому... Чисто проебу деньги. Но, ладно, хуй бы с ним. Не, ладно, не хуй бы с ним. Подожди, давайте всё-таки не буду вот это вот выпендриваться. Всё-таки возьму 12 штук. Всё, купить прямо сейчас. Так, теперь отправляемся в следующий. В завтрашний день. Да, так. Вот оно, всё дело наше пришло. Давай для начала я кастомизирую, значит, что тут хотел клиент. А что он хотел-то, блядь? Заменить новыми кабелями на зелёные. Для этого заказывать требуется зелёный кабель. А, блин, я ж их заказал, но у меня их это... Забрать нужно. Вот оно, наше всё дело. Вот это вот пришло. Отлично просто. Офигенно зашибись. А подожди, блядь, я долбоёб. А, ёб твою мать, 22 октября. Бля, я почему-то на планшете подумал, что тут же просто время показывается из реальной жизни. Все, скорее всего, подумали, что я шутканул, типа, так, что всех с 1 ноября. А, блядь, я-то не шутканул. Я-то реально думал, что 1 ноября. Ебать, я дебил, конечно. Да, ну ладно. Ладно, ничего страшного бывает. Им не бывает, правда? Ничего страшного. Так, снимаем кабеля, значит, отлично. Кабели. Лёгкие, жёлтый кабель. Всё, зашибись. Подрубаем. О, какие модные. О, какой, блядь, модный. О, как. И о, смотри как. Просто офигенно, а. Я думаю, знаешь что? Я думаю, всё-таки купить, наверное, себе улучшение вот это вот. Хотя, блин, в этот день я уже не куплю. Я все деньги так-то потратил. Короче, операционка может быть запущена. Сейчас она, конечно, запустится. Так, ну-ка. Чё у нас здесь? Давай, всё, отлично. Значит, это здание мы выполнили. И по-быстрому выполним второе. Которое нам нужно всего лишь-то разукрасить в зелёные листья какие-то там. Зелёные листья. Опа-на, всё. И готово, да? Да. Ну, нормально. Так, принимаем, значит, оплату за это и за вот это. Всё. Новейшая периферия вас уже ждёт. Нифига себе. Спасибо, конечно, вам за это большое. Ну, окей, нифига какой корпус, слушай. Ну, ладно, этим мы потом, конечно же, займёмся. Так, вот это вот, что я хотел сделать, значит, с этой вот фигнёй. Снять видюху, во-первых. Потому что видюху мы будем заменять. А мы вообще всё будем заменять. Точно, блядь. И материнку, и всё на свете. И процессор вроде бы. Так что убираем всё вот это вот дело. Оперативку, процессор. Фига, он тут кружочек намалевал. Или это я был? Не помню. Не, вряд ли это я кружочек такой сделал. Открываем, убираем. Всё. Достаем материнку. Зашибись. И, значит, ставим теперь новое. Вот это вот БУ, это то, что мы только что сняли, да? Да. Это единственное, которое БУ. Вот это вот всё новое, 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 новое. Подожди. А, точно. Я же сюда такой же процессор и хотел поставить, как в это. Как во всех своих там новых суперкрутых сборках на продажу. Подожди, и видеокарту я такую же сюда поставил, что ли? Нет, туда, не, сюда я 1080 купил. Точно. Так, открываем щиток, значит, под процессор. Открываем наши вот эти вот все штуки. Процессор 12600K. Память, значит, вот эта вот БУшная твоя. Забирай. Ну, точнее, как твоя. Типа, людей, которые там этого того. Так подожди, я, блядь, что, купил такую же, что ли? Не, я не такую же купил. Я купил на 8 гигабайт. Точно. Блин, дико хочется собрать какую-нибудь вообще суперлютую сборку. Мега прям мощную, самую прям по максам, чтобы было. Так, эту всю херню я, наверное, продам. Так, и сюда я купил... Подожди, а я покупал вообще охлаждение для этого компа? Для этого процессора? Или я планировал, типа, старое оставить? Ладно, давай я вот это вот поставлю. Думаю, нормально будет. И видюху. Где там она у нас? Вот эту продам, наверное. Или нет? Вот, 1080. 1080. Опа-на. Вставляем. Бля, кайфы просто. Ну и подключаем все вот это дело. И SSD-шник не забудь влепить. Да, спасибо, что напомнил. Так, сюда я покупал тоже, по-моему, вот это вот, да. Вот это чудо на 512 гигабайт. Вставляем. Бемс. Все. Суперскистные вентиляторы. Ну окей, корпусные вентиляторы это корпусные вентиляторы. Это все, конечно, замечательно. Но мне осталось, по сути... Подожди-ка. А что за приколы, блядь? А где, подожди, а где вертушка сзади? Тут верт... Тут сзади вентилятора даже нету? Это как так получается? Ебать. Надо поставить. Как бы по-любому. А то, что это за дела? Это нихуя не дела. Спереди... Ну, блядь, спереди смысла нету ставить. Потому что здесь просто нихуя. Как бы это... Спереди, наверное, нам и не дадут. А, ну сбоку можно ставить. Только, блядь, чего? Что-то какой-то, конечно, очень интересный корпус. Не знаю. Ну, ладно. Не знаю, как это работает. Ну, должно как-то работать. Раз такое придумали. Думаю, не просто так от нихуя делать. Надеюсь. Так, ну и все. Так, давай запустим. Вот эту вот нашу махину. Нормально. Нормально. Кайфуй. Все должно быть, в принципе, вполне себе. А, блядь, XMP профиль врубить надо еще тоже. Точно. Так, инструменты USB. Давай поставим сюда 3DMark, чтобы посмотреть, как там вот это все дело будет происходить. И Cinebench. И Stress Test. Ну, чисто стандартная такая фигня. Так, только для начала я включу XMP профиль. Опа-на. И все, да. А, и поменять надо на SSD наш новый загрузку. Ну, погнали, короче. Запускаю Stress Test. И пока он тут происходит, я буду, собственно, заниматься вот этим вот делом нашим чудом. Так. Ох, сколько тут всего. Просто капец. Декоративные панели. Какие-то реш... Ёб твою мать. А шо мне тут делать-то надо? Подожди, эта материнка устанавливается вот так вот, типа? То есть, да. Она устанавливается как бы на небольшом расстоянии от задней части корпуса. Приколдес. Слушай, нихера себе. Вот это чудо. Вот это чудо-юдо я надейбл. Защитная решетка на вентиляторы. А пылевой фильтр? Верхняя панель. Блядь, верхняя панель. Так. Все. Ладно, окей. Защитная решетка. Подожди. Тут блок питания сверху? Не. Снизу. Ебать. Блок питания здесь вот так вот. Ё-моё. Нихера себе. Вот это приколд... Блядь, слушай, я таких кудактеров не видел никогда. Странно. Прикол. Так, хорошо. Ладно, давай начнем потихонечку. Тогда материнку. Бемс, бемс. Походу, не зря я 200 миллиметров вентиляторы взял, потому что реально это жесть. Блядь, это ж какой он холодный будет. Прикинь. Офигеть можно. Так, открыть щиток, проц, бемс, ставим, значит, открываем вот эти все штуки под оперативку, наставляем все вот эти вот оперативные памяти. Готово? Так. И вот они наши. Блядь, ну здесь бы воздушное охлаждение... Ой, точнее, водяное... Ебать, тут можно водяное охлаждение снизу установить. Ёб твою мать. Ёбаный вру... Это просто шедевр, нахуй. Блядь, какое водяное охлаждение? Подожди, я хотел это. Не водяное, а адекватное. Ну, в смысле, обычное. И вот они, наши 20-80. Так, нужно удалить две вот эти вот решетки. 20-80. Ой, тьфу, блядь, 20-80, 20-60. Так, HDD. Ой, точнее, тьфу-то, блядь, М2. И HDD нужно установить. А куда HDD у нас ставится, извините меня, пожалуйста? Ага, сбоку, вот здесь где-то. Это сзади? Походу, да. Да, сзади, смотри. Ебать. Не, ну прикольно, конечно, вы придумали. Молодцы. Нормально. Блядь, я бы в таком корпусе себе даже что-то захотел. И, конечно, корпусный вентилятор. Какая бандура, а? Это просто все. Это до свидания, жара. Это постоянная зима будет, блядь. А хотя не, не факт. Они ж медленнее крутятся. Но все равно выглядит, конечно, четко, блядь. И сверху можно. Подожди, ну я взял по 4. Но у меня есть, в принципе, еще не на 200, а обычные типа. На 140 там миллиметров, на 120. Я думаю, я их тоже влеплю сюда. 4 вот таких как раз влазит в этот корпус. И все, и больше тут места нету под 200 миллиметров. Да, больше места, видишь, вообще никуда больше оно не ставится. Я их выбрал. Вот, давай посмотрим 120. 120 миллиметров можно сзади установить. Спереди. Вот тут вот можно установить. Ёп твою мать. Офигеть. Просто ты прикинь. Ебать. Хорошо, а 140 миллиметров? Где там оно? А, 140 миллиметров я убрал. Ладно, 120 миллиметров. Ладно, давай два поставим просто на выдув и не будем париться. Так, все. Потому что это все, конечно, хорошо, но это все время не надо много очень потратить. Чтобы все тут вентиляторы установить, да и, блин, заказывать новые придется. Очень-очень много тоже. Типа такое. Капец, тут кабелей надо подключать. Так, ну все. Я все подрубил. Вроде ничего не забыл. Ну, давай посмотрим, запустится ли это бандура. Ааа, нифига себе. Ебать. Не, ну выглядит оно, конечно, мощно. Не, 100%, да. Операционка не найдена. Так, надо поставить, значит, надо установить. Это где там у нас USB накопитель. Так, тут стрессовый тест тем временем пройден. И, как бы, все у нас зашибись, короче. Все у нас просто офигенно. Запускаем Cinebench и дубасим. А пока что здесь у нас перезапуск происходит. Давай сразу в BIOS. XMP там, не XMP. Вот это все. Разгон. Во. Вот это я понимаю. 3600, блядь, нормально. Так, и, конечно, да, все правильно тут у нас стоит. Погнали. А пока это все происходит, я думаю, я знаешь, что сделаю? Я думаю, я сделаю вот что, блядь. Где там у меня следующие корпуса? Опа, иди сюда. Так, вставляем, значит, тут у нас все запустилось. Ну и давай тоже, как бы, по стандарту пройдемся. Вот это. Стресс-тест. Cinebench и 3DMark. Давай для начала вот стресс-тест. Погнали. Интересно, пиздец. Сколько тут температуры? Максимальная? Ладно, посмотрим потом. Так, это у нас, значит, дело занимает первое место. Нихера себе. 8730 баллов набирает. Хорошо, заебись. И 3DMark. Давай, интересно, сколько 1080 покажет. Ну а пока что... А пока что я повторяю, в принципе, все то же самое теперь здесь. Так, значит, со вторым кудактером я уже практически разобрался. Осталось только подключить кабеля и поставить все вот эти штуки на место. Всякие решетки, защитные панели, там вот это вот все. Блин, ну корпус, конечно, вообще... Мне не нравится. Огонь реально. Так, все, это я, значит, подрубил. Пускай сейчас пока что, пока я буду все это запускать... Точнее, устанавливать, пускай кудактер запускается. А, блядь, забыл опять флешку. Опа-на, блядь, нет, стой. USB накопитель. О, переустанавливаем до конца вот эту всю херню. Верхняя панель. И сбоку вот это вот. Все, значит, биос тоже сразу же. XMP. Все, по стандарту. Перезапускаем. Подожди, точно выбрано? Да, то, что надо. Все, перезапускаем нормально. Так, хорошо. Что у нас тут? Здесь у нас 7300 баллов. Это у нас GTX 1080 набрало. Неплохо. Хорошо, значит, этот кудактер я пока что освобождаю и несу его. Потому что все тесты, да? Да, это синий бенч мы сделали, вот это все. Смотри-ка, подожди, блядь. Мне предлагают его за 1500. Я тут как бы нихуя себе вложился так-то. Подожди, ну явно не 1500. Не, блядь, братан, ты что? Я тут вложил в него 1400 между про... А то и больше. Не, подожди, если я 4000 поставлю... А, я не знаю, почему мне предлагали 1500. Какая-то дичь вообще. Я могу хоть 6000, в принципе, тут въебать. Установили слишком высокую цену. Ага, не, ладно, не могу 6000, въебать. Вероятность продажи 4000, новые показатели производительности нормальны. Подожди, он что ниже этот новый показатель производительности, чем старый или что? Так, ладно, 4500. Нормально. Все, 4500, пускай продается. Это чтобы освободить там стол для третьего такого же кудактера, который мы, в общем-то, тут собираем. Так, установить программы надо. Здесь у нас тем временем сколько было градусов? А, ну хотя, в принципе, не то чтобы супер прям удивительно. 60 градусов, короче, да, в стресс-тесте. Максимальная температура и 56 у процессора. Ну давай, Синебенч. А, Синебенч мы запускали, по сути. Поэтому просто 3DMark вот этот вот, Time Spy и все, типа. Ну здесь смысла, как бы, во всем этом, я думаю, только разве что стресс-тест. Чисто посмотреть, хватило ли там термопасты, я не знаю. Типа, кстати, да. Кстати, с другой стороны интересно посмотреть разницу. Это абсолютно одинаковая система и просто, ну, будет ли разница? В принципе, почему нет? Может быть и будет, а может и вообще не будет этой разницы никакой. Так, ну и занимаюсь, в общем-то, последним вот этим вот чудом. И посмотрим, наконец-то, сколько денег за все это я получу. Потому что потратил в общей сложности я больше 10 тысяч долларов. Не, ладно, ну около 10 тысяч. Блядь, подожди, я сейчас собираю, я, походу, кое-что вспомнил. Да, я, блядь, не поставил маленькие вентиляторы на выдув здесь. А температура такая же. Хамон, ты что, блядь? Не, подожди, так дело нихуя не пойдет. Подожди, подожди, какого хуя? Вентиляторы на выдув-то, блядь, должны быть какие-то. Подожди, я и здесь могу поставить? Типа, справа вон там? Выглядит, как будто места хватает. Вот тут, вот здесь вот. Не, я думаю, вряд ли. Ну, типа, как это, блядь, так? Блядь, они будут разноцветные и похуй. Нормально. Не, туда я уже, туда уже вентиляторы никакие, да, не влазят. Уже все. Ну, блядь, ладно. А, блядь, стоп. Какое? Какая боковая запчасть? Мне нужно, это ж, кабеля подключить от этих вентиляторов. Все, теперь точно заебись все. Так, окей. Этот кудактер у нас тоже почти что готов. Осталось совсем немного. Последний вентилятор и, впрочем, все. Так, и теперь кабеля, значит, все подключать. Так, все. Все вот эти штуки я подрубил. Давай запускаем и смотрим этот рест-тест. Стоп, могу ли я еще больше вентиляторов? О, смотри, могу. Давай вот сюда, блядь. А в чем это смысл, собственно, извините меня, этого вентилятора? Тут какая-то декоративная панель стоит из стекла. Так в чем прикол, блядь? Не, не знаю, странная херня какая-то. Жди, куда я еще могу? Больше никуда не могу. Только вот тут сбоку, ну, не знаю, странно очень. Это все, конечно, выглядит, но может это как-то и работает. Ну и ладно, пускай работает. Так, USB, сразу флешку. Флешбанк, все, погнали. Только, блядь, ничего не хочешь там сделать, а? Ничего не хочу. То есть вообще ничего, да? То есть как бы, блядь, ни XMP профиль не поставить, да, нихуя? Да нет, я как-то не думал об этом. То есть на 2400 МГц будешь играть, да? Да нет, бля. Выглядит, конечно, кайфарики, да? Вот эти вентиляторы еще задние начали светиться, бля. Нормально, нормально. Давай посмотрим. Вот здесь уже другие вентиляторы чуть-чуть сзади стоят. Поэтому должно оно, по сути, быть немножко по-другому, я думаю. Подожди, 3DMark, что тут у нас? Ага, 7200, это меньше, чем 1080. Ну, хотя, блядь, понятное дело. Это же 2060, а там типа 280. Ну, короче, погнали. Ой, не 2080, блядь, этот. 1080, а вы уже все путаю на свете просто, что только можно. Так, хорошо, за сколько мы сможем это продать, чудо-юдо? Ага, предлагают изначально нам 4000. Блядь, что-то как-то то, вот, хуйло, вообще маловато, блядь, стоило. То есть мы можем задрать цену прям нехуёвенько. Ну, 6000, давай вот 6000, блядь, это ж пиздец. Так, что тут у нас? Стресс-тест завершен был. Ну, короче, все нормально, да, то же самое, в принципе. Вообще, я думаю, типа, на все как бы и будет цена, блядь, блядь. Подожди, что-то я тут чуть-чуть мискликнул. Опа-на, все, продать? Я думаю, за один день оно не продастся, но в любом случае, за сегодня я хочу сейчас посмотреть, типа, реально. Так, ну, то есть сколько там кого вот этого? Подожди, а здесь почему-то меньше мне предлагают. Хуй его знает почему. Наверное, из-за вентиляторов других или что? Что-то здесь, блядь, отсутствует или что? Не знаю, надеюсь, что нет. Надеюсь, что все, вроде все присутствует. И вентиляторы два сзади вроде бы, да, есть. Короче, да. Ну, давай, короче, подождем. Значит, что у нас там, пока мы ждем, чтобы не терять время? Диагностика и ремонт, это хорошо. Поставить Ryzen 5. Четыре, ой, шесть потоков, 1600 или что-то еще лучше. Хорошо, без проблем. Мы так и не получили мои 800 за аренду. В смысле, блядь. А где вы должны их получить, алё, нахуй? А где мне их платить-то, ебать? Подожди, в чем прикол? А как мне их платить? Свяжитесь со мной как можно скорее. А как с тобой-то связаться, блядь? Не понимаю, какая-то хуйта. Ладно, надеюсь, само как-то решится. Так, хорошо, значит, диагностика и ремонт. Неудобно просить, но мне нужно кое-что отремонтировать. Вы-то специалисты, вы разберетесь, что не так. Дочка часто играет с памятью. То вытащит, то обратно вставит. Но теперь почему-то ничего не работает. Привет. Ой, блядь, что? Может, сможешь покрасить корпус в розовый еще? А, во, еще бы не помешало проверить вирус. Окей, корпус в розовый и, значит, проверить компьютер на вирусы. На вызовы, блядь, да. Значит, так. Хорошо, я работал... О, господи, блядь. Так не люблю, когда вот это... Короче, мне похуй где-то работал. Не самая лучшая ассоциация. Мне тоже на это абсолютно, блядь, поебать. Первое, чем я решил заняться, были системные... Мне вообще, блядь, хорошо. Очень интересно. Я вызвал специалиста из OnlyFans. Да. Который установил новые камеры и защитные экраны. Бля. После изучения профессионального руководства я начал подразумевать, что из-за... Ага. Возникает называемое бутылочное горлышко. Ёб твою мать, блядь. Короче, понятно. Хуй пойми что. Просто... Да. Короче, я так понимаю, когда длинные тексты, их лучше не читать, потому что здесь ничего толкового не будет написано. А когда короткие... Так, Core i5, значит, хорошо. Давай в магазин. Где тут у нас? А, в доставке? В смысле, блядь, в доставке. Что знаю? А, блядь, это про компьютер в доставке, а не процессор. Я уже потом... Я не знаю, я туплю что-то немного, ну ладно. Так, от AMD, значит, а где у нас тут? Сокет. AM4. А, у нас уже доставка... Во! Лучше купи Ryzen 2700. А что он просил, блядь, дожди? Ryzen 5? Ну, он дал мне 300 долларов. Смотри-ка. 300 долларов. На 300 долларов вот что можно купить, ёпта. Да? Ну, там, правда... Да похуй на этот чипсет, блядь. Похуй, нормально. А ты, он же, блядь, IT-специалист у нас. Он же, вон, блядь, сколько текста написал. Разберётся. Разберётся. Это ему такая месть будет от меня. Нихуя себе, какая бандура. Нормально. Куплю её, чтобы охлаждалась. Похуй, что там немножко за рамки бюджета выходит. Нормально. Короче, а тому, у кого диагностика и ремонт, я думаю, что... Я думаю, что с памятью проблема, раз он так сказал. Типа, поэтому возьму, да, одну, наверное, закажу. В любом случае, потом вдруг, может быть, понадобится. Да, я думаю, что там одна штука памяти сломалась. Ещё вирусы он просил почистить. Ну, короче, да, всё вот это вот. Бля, я забыл прикрепить к заказу память. Да ладно, хуй бы с ним. А я разберусь, наверное. Так, кто ты у нас, значится, тут? Ты у нас это, который... Для начала попробуйте включить питание. А, это который диагностика. Для начала тогда я тебя покрашу. В розовый, да? Просил. Ну, вроде просил в розовый. Не помню, наверное. Короче, думаю, что в розовый. Поэтому да, нормально. Правда, как я пойму, когда это... Он... Блядь, а стекло что тоже? Не, братан, ну как бы... Блядь, такой красивый корпус. И он просит покрасьте в розовый. Ну, блядь, ты серьёзно, на... Такой охуенный корпус. Ну, это ж просто секс. Вот эта вот текстура, вот эта вот... Блядь, да, конечно. Чё, на стекло тоже? Ну, хуй с тобой, блядь. Ладно, мало ли он там... Хотя, подожди. Блядь, ну, может быть, уточнил бы он... Пожалуйста. Глючить жесть, ё-моё. Можешь... Может, сможешь покрасить корпус в розовый? Блядь. Не трогая стекло? Или трогая стекло? Короче, похуй. Его выбор. Вот и всё. Возьму да покрашу. Э, не понял. А, потому что я на стекло убрал, поэтому не работал. Так, всё. Опа, блядь. На тебе розовый твой. Замечательный. Ой, конечно, да. Так, ну давай. Подрубаем. Что он там просил? Может ли она вообще быть запущена? Да может. О, я же говорил, всё там крутится-вертится. Сейчас что-то будет. Так, запускаем. Заходим в BIOS. Я думаю, мне надо будет температуру здесь проверять. Так, XMP, блядь. Ну, как бы... Есть вероятность того, что память сломана. Давай я тебе ещё вот так вот сделаю, ёпта. Чтоб вообще это офигевал. Так, хорошо. И что значит-то? У нас тут прям напишут, что ли, что чипа счёт сломан? Ну, это ж неинтересно, если напишут. Бля, не написала. Нихуя себе. Прикол. Котики. Ебать, котики. Что за котики? Доступ запрещён. И это тоже запрещён, да? И червячок. Блядь, ладно, не надо. Так, хорошо. Диагностика и ремонт. А сейчас, прикиньте, это был бы другой заказ. Я просто попутал. И типа, чуваку, который IT-специалист, блядь, покрасил по корпусу. Ну да, весело. Так, ладно, хорошо. Так, значит, а где у нас планшет? Ну-ка, тепло. Давай-ка посмотрим. Ну, я не вижу каких-то супергорячих этих точек. Типа, ни на памяти, нигде. То есть... Так, а в чём у тебя проблема-то, собственно? Подожди. Ладно, запускаем стресс-тест. И теперь открываем тепло. Ну-ка. Я пока что ни на стресс-тесте ничего не вижу. Жёсткого такого. Ебать! О, процессор, смотри, до скольки подлетел. Нихуясь. Смотри, процессор 70 градусов греется. Я не знаю, видишь ты или нет. Так, подожди, блядь, а что диагностировать-то? Что у тебя не так? Может, кабеля, блядь, какие-то не подключены или чё? Тут два слота вообще под оперативку, так что, типа, это... Стоп. Он сказал, что оперативка перестала работать. Ну, у тебя, блядь, ну, типа, процессор чуть-чуть горящий. Ну, подожди, он сказал, что оперативка перестала работать. Ээээ, блядь. Подожди. Может, там реально одна оперативка просто сломана? Ну-ка. Сколько тут показывается, что это? Памяти оперативной. Где тут посмотреть? Блядь, а какого хуя? А, во! Блядь, спасибо, что... Ёб твою мать, куда ты пошёл? Так, панель. Так, значит, я выключаю. Смотри, какая из вас, значит, сломана? Ну, я думаю, что вторая во второй, потому что, ну, типа, если бы в первой, то оно бы, блядь, не запустилось. Потому что, типа, оно, ну, оперативка идёт с левой. Подожди, я прав? Вот реализована в игре вот такая штука? Потому что, мне кажется, ну, насколько я помню, в первой... То есть, смотри, если, типа, у тебя две оперативки стоит и в первом слоте сломанная, потому что они запускаются как бы по ходу, да? То есть, ну-ка, вот подожди. Я просто, мне вот интересно, дико поменяю их местами. Так, блядь, что гениально. Доставать оперативку прямо из работающего кудахтера? Ну, ладно, нормально. Давай, вот я эту сломанную, точнее, не сломанную поставлю во вторую штуку. Ну-ка, бамс. Да, оно не запустится, да? Или, блядь, запустится? Запустится всё равно. Ну, окей, может быть. Не знаю, запустилось всё равно, смотри. Короче, ладно, хуй бы с тобой. Давай. Всё, вырубаем, достаем. И, значит, вот адекватную вставляем, которая работающая. Ещё, блядь, не, у него же это, владелец написано, так что... Удалить вирусы ты ещё просил. Ну, типа, я думал ему кулер обменять, заменить на более крутой. Блядь, какого хуя ставится постоянно вот это говно? Типа на терабайт, который... А, наверное, потому что владелец так поставил. Ну, точно, ладно, блядь, тогда хуй с ним. Ну, давай удалим тебе вирусы. Акантивирус? А, кстати, тем временем, подожди. Я пришёл в завтрашний день, и у меня продались, смотри, два кудахтера. Но я приму зарплату только когда продадутся все. То есть, вот эти два ещё. Так что, да, я думаю, это ещё завтрашний день. Так, вирусы, начать сканирование. А пока что? Я хочу вот этого вот эксперта, блядь, осмотреть. Так, значится, откручиваем вот эту хуйню. Просто процессором, да. Ебать, это водяное охлаждение? Нихуе. А, вот это вот это, окей. Так, хорошо. Значит, опроц, ё-мое. Блядь, ну ебать. Сразу видно. Эксперт, разу видно. Мы во всём разбираем. Или это опять какая-то перевёрнутая-развёрнутая это? С приколами. Типа г. Материнка, в которой оперативка устанавливается не так, как во всех, по-людски. Не знаю. Может быть. Может быть, уже давно, блядь, такая херня присутствует. А я просто об этом не знаю. Может, уже давно материнские платы делают таким образом, что вообще по барабану, с какого слота начинать. Типа для удобства обычных пользователей. Потому что много кто собирает показ, ну, хочется брать показ самостоятельно. Ну, типа, очень-очень много всяких деталей и нюансов, за которыми сложно уследить. И чтобы, типа, не было вот каких-то там проблем. Производители сделали материнки, в которых оперативка ставится в любой слот. А я тут долбоёб сижу и пиржу, как дед старый. Может быть, хуй его знает. Ну, хотелось бы, конечно, в это верить. Потому что было бы прикольно, если бы делали. Я сам мечтал об этом, типа, когда только собирал первый раз кудахтер, что, типа, бля, вот как жаль, что... Хотя, с другой стороны, в этом и кайф. Так-то, ну, типа, блядь, самому в этом всём разбираться, сидеть, копаться, когда это сложно немножко. То есть, в этом есть кайф. Да, он там... Короче, это... Так, опа-на, опа-на. Бля, вот это, кстати, пригод, нихуя себе такой биос. Ебать, у тебя тут это... SSD на тарабайт, слухай. Хлопец, добро ты продумал. Ну, корпус у него, конечно, красивый, блядь, не поспоришь. Так, всё, может быть запущено, всё заебись. И у тебя там, значит, сканирование закончилось, и удалить, нахуй, 380 вирусов. Ой, 318, нормально. Так, кто у нас тем временем на завтра? Настройка для всей RGB-подсветки, если нахуй, та вообще легко. Удалить вирусы? Вообще, блядь, изи, просто ебать. Ну, тут даже ничего заказывать не надо, ничего этого делать не надо. Так, всё, да? Да, это... Это же у нас побочное, типа, задание было. Так, хорошо, я принимаю, значит, оплату вот этих вот двух чуваков. Завершаю день. И, надеюсь, сейчас все кудахтеры, которые у меня там были, продадутся. Да. Так, значит, где тут вы? Опа, первый пошёл. Быстро, 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 спидран. Что тут тебе надо? Удалить вирусы? Без проблем. Кабеля, подрубаем, всё. Быстренько, хутенько. Бля, неудобно, честно говоря, одна вещь. То, что тут, ну, как бы, в игре же можно, блядь, блок питания подключить... Ой, в жизни, точнее, можно же блок питания просто подключить, и всё остальное по ходу делать. То есть, чтобы компьютер просто запустился, всё, что нужно, это блок питания. Вот, и типа, ну, то есть, вот эти, я имею в виду, кабеля, которые к монитору, клави... А тут, блядь, клавиатуру не подключишь? Компьютер не обнаружил клавиатуру, и всё, нахуй, и до свидания. Ну, типа... Да, кстати, давай прочитаем, подожди, может, он там что-то ещё попросил. Э-э-э, моему ПК пригодилось бы... Селлаут установишь, пожалуйста, и думаю, мой ПК будет круто смотреться со стикерами с игры. Ёпт, твоя мать. Ну, в принципе, ладно. Какой селлаут, блядь? Селлаут. Кто это? А, ну да, я мать. С этой хуйней твой ПК смотрится намного круче, конечно. Ебать, прям сразу в цене добавил. Ладно, всё, блядь, готово? Стикеры. Э-э-э, с какой игры, блядь? Стикеры, смайлики, бамперы, игры. Во. А какая, какая игра-то, блядь? Ладно, ебать, нанести на стекло. Опа-на, опа-на. И полоски, что? Потому что так надо. Ой, ебать, смотри, нихуя себе. Я придумал тут. Ну, короче, ладно, я думаю, этих тебе стикеров хватит. Надеюсь, всё заебить будет. Кстати, давай прочитаем. Сейчас отзыв ещё на штуке этой нашей. Так, а тебе что надо? Ага, RGB-подсветку с эффектом синий. Хорошо. С эффектом музыка синий. Точно, понял. Так, давай тогда сразу я тебе поставлю эту хуйню, потому что, если что... Я не знаю, есть у тебя программа для этого RGB-подсветки твоей или нету? Нету, запускаем. Бля, вот у человека SSD сразу видно. Всё заебись. Так, выбрать всё. Значит, танцы. Где тут оно? Какие танцы, блядь? Подожди, а где тут? Музыка. Опа, музыка. Цвет сменить. Синий, ёпта. Как это всё, смотри? Не, вот такой синий. Всё заебись. Выполнилось, да? Да. Заказывал что-нибудь ещё там? Я совершенно не разбираюсь. Музыку, да-да-да-да-да-да. Короче, да, я, в принципе, прав. Нахуй не нужно большие сообщения читать, потому что там ничего толкового они не пишут. А в маленьких как раз таки пишут про дополнительные всякие эти. А, чё я хотел? Я хотел проверить, во-первых, вот это. О, все кудахтеры продались. Слушай, внимание, внимание, блядь. Вот сейчас реально у меня очень дико интересно. Я на обзор хотел ещё зайти. Но давай сперва вот это вот. Продажи в магазине. Смотри, все наши кудахтеры. Ой, ну вот эти вот, которые только мы продавали. Которые нам нужно принять оплату. Блядь, ну вот это вообще нечестно как-то было. Я, типа, вложил реально дохуя в него. Ну, короче, давай. Значит, а что это значит? Принять оплату. Ебать. Сразу 8 тысяч. Короче, начинал я с 10 тысяч. И за одну серию я поднялся до 24 нахуй тысяч. В 2,5 раза больше, блядь. Ёп твою на свете. Короче, давай обзоры посмотрим. Так, почистил всю дрянь с компа. Ещё установили целлаут, что не может не радовать. Проверили диагностику, отмонтировали. И даже сделали уникальный покрас розовый. Да. Новая тема зелёные листья смотрится отпадно. Я в диком восторге. Мне так нравится новый жёлтый цвет корпуса. И я обязательно буду обращаться ещё. Ну, а то, блядь. В реале эти стикеры силуэта выглядят даже лучше. А, и... А так рекламу... А рекламу так и не убрали. Могли бы... А, ну да. Вот это вот то, что я нигде не обращал внимания. Самое то. И он с покупки таким чистым не был. Только этот чел поставил. Это значит, что я не до конца, типа, его... Покра... Ой, помыл? Блядь. Тьфу, какой я помыл? Нет. Пов...дул на него, типа. Или что? На основе 10 последних отзывов. А. Компьютер пришёл слишком чистым. Блядь. Так а тут что значит? Или это у них сарказм, типа, что, блядь. Ну, ты, конечно, вообще мне комп в полной чистоте прислал. Когда, блядь, там на самом деле полный пиздец. Короче, ладно. Я думаю, что в следующей серии я продолжу делать что-нибудь такое. Типа... Я хочу собрать мне в комментариях, предложил ли компьютер, как у меня в реальной жизни. Вот. Ну и, конечно же, когда всё на свете откроется, хочу собрать супер-супер мощный кудахтер. Так что да. В общем, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.